Пару дней назад в 4 часа ночью мне пришла идея краситься в чёрный. У меня же в шкафу стоит чёрная краска, на что мама мне сказала ложиться спать. Первое число я проснулась, подумала и поняла, что не буду краситься в чёрный, я хочу покраситься в красный. Я не думаю, что вот это вот перекроется чёрным нормально и будет вымываться однотонно, поэтому я всё закрашу красным, и оно будет красным. Красный, красный, красный. Я сейчас в Ирландии, и на удивление, первое число почти все магазины были закрыты, даже продуктовые. Но маркетологи не дураки, потому что магазины косметики были открыты, все знают, что все после Нового года будут краситься. В том году я уже красила волосы в красный перед Новым годом, это было не самым лучшим моим решением. Мне кажется, это не красный, а какой-то рыжий. Но я умею учиться на своих ошибках, и в этом году купила краску ярче. Это моя специальная майка-ветеран для покраски волос, и сначала я хочу отделить переднюю прядь. Да, я надела пакет в качестве футболки, да, это выглядит как смирительная рубашка, но, 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 мы здесь вообще-то волосы красили. В сентябре я сделала скрытое окрашивание и покрасила волосы в зеленый, точнее, я-то их красила в синий, но вышел зеленый. Раньше я реально любила краситься тоникой, а тоника это прямой пигмент, и здесь я тоже нашла прямой пигмент. В общем, вышла фигня, и здесь я бы могла сказать, а кто бы сомневался, если краска так дешево стоила, но нет, она не стоила дешево, и это обидно. Мои волосы вышли настолько огненными, что на следующий день сработала пожарная сигнализация. В тот момент я частично планировала покраситься в черный, но передумала и пошла в магазин за новой краской. Обувь на платформе уместна только в двух случаях, на карнавале и на похоронах хорошо вкусно. Пришла я в магазин за новой краской, и я постоянно переживаю, что мне не хватит краски, поэтому купила две пачки, чтобы не покраситься пятками. Девушек с длинными цветными волосами мало, потому что это реально дорого. И я не знаю, как это все повлияет на мои волосы, поэтому я купила это, купила это, и купила вот это. Волосы я буду красить в ванной, как и вчера, ванна у нас общая на этаж, но если я буду красить волосы в ванной, люди просто подумают, что я потеряла стыд. Вот если я заляпаю что-то в номере, я потеряю что-то более... Мы живем в отеле, но по факту это напоминает общежитие, потому что ванная и туалет общая на этаж. До этого я не видела, чтобы там кто-то красил волосы, но всем пофиг на мнение общественности, в жизни нужно слушать только папу, маму и медитацию. Ха-ха-ха, я даже не думала, что краситься в общественном туалете может быть так весело. Вчера я красилась полчаса и буквально не встретила никого, никому не хотелось в туалет. Но когда я поставила камеру, ух... Типы людей, когда красишь голову в туалете. Первый это вежливый тип, всегда здороваются. На этом этапе я нанесла краску почти на все волосы, но не плотным слоем. Я заметила, чем плотнее слой краски, тем ярче будет цвет, поэтому хорошо, что я купила еще одну краску. Второй тип людей, это первый тип людей, который потерял дар речи. Третий тип, просто не обращают внимания. Как по мне, это самая нормальная реакция на происходящее, но не такая веселая. Четвертый тип людей, комментаторы. Осталось надеть красивенький пакет на голову, чтобы закончить наш лук. Весьма интересное мнение от окружающих, глубокие мысли, есть над чем задуматься, а вот обзор на туалет. Я проснулась, почистила зубы, мои зубы белые, мои глаза красные, подходят под цвет моих волос. Я не знаю, почему они красные. Воно реально, воно как рыжий-рыжий. Воно неягченное, воно я думала, что все слишь, а вообще прикольно, то беда. Ставь лайк, потому что я старалась, и подписывайся, потому что я не спалила волосы.